Добрый вечер. Сегодня я хочу поговорить с вами о воображении, восприятии, технологиях и перспективах в контексте тех проблем, которые затронуты в сериале «Черное зеркало». Часть первая. Вступление. Недавно мы с моими друзьями, коллегами собирались для обсуждения одной из серий «Черного зеркало». Мы провели германофтический анализ, получили определенные выводы, получили интерпретацию. И после этого вечера я поделилась со своим другом впечатлениями о том, как мы обсуждали, каким выводом пришли. И получила такой вопрос, который для меня не очевиден, а в принципе-то он очевиден. Зачем вообще нужно обсуждать кино? Зачем нужно обсуждать, в принципе, произведения искусства? И действительно, получается, что если серия «Черного зеркала» может быть объяснена вот той интерпретацией, которая у нас появилась, то в принципе не нужно было ее и снимать. Можно было написать там 2-3 абзаца текста, и так все понятно. А если эта серия намного больше, чем получившаяся интерпретация, то зачем тогда нужно было ее делать? А тогда лучше уж еще раз пересмотрите, если там действительно больше смыслов, и в художественном плане действительно люди старались, там снимали много лет, а мы тут обсудили и считаем, что дело сделано. Я думаю, что обсуждать произведения искусства нужно, и те выводы, которые у нас получаются, они не должны быть равны. То есть мы не должны думать, что наш вывод, наша интерпретация равно произведению искусства. Интерпретацию мы делаем для того, чтобы та информация, которую мы получили, не легла мертвым грузом. Для того, чтобы прежде всего самим себе объяснить, что мы увидели, и какую роль именно в нашей жизни играет это произведение искусства. Здесь я солидарна с таким философом Мирам Мамардашви, который говорит, что вы должны найти свое произведение искусства, которое будет что-то именно для вас говорить. Не важно вообще, не важно, что оно значит для других. И поэтому я хочу, чтобы моя сегодняшняя лекция не звучала, как я все поняла о черном зеркале, сейчас я вам расскажу, как нужно его понимать. Нет, это только то, что связано именно с моими интересами, прежде всего с научными интересами. И кроме того, мы поговорим только о паре эпизодов. Часть вторая. Экспозиция. О воображении начали говорить в эпоху, следующую после Нового Времени, о которой сегодня как раз мы немножко и услышали от Владислава. И первым человеком, кто сказал, что воображение это вообще-то не только очень полезная штука, но и такая штука, которая лежит в основе нашего познания, был Эммануил Кант. Кант говорил, что воображение создает научную теорию. Оно создает не только единорога или пегаса из лошади и птички, но и также теорию, например, из упавшего яблока и идеи о гравитации. И также, собственно, Кант строил свои теории. Получается, что воображение это вообще-то соединение. Соединение особого рода. Соединение образа и образа. Или же образа и мысли. Образа и памяти. Для всего этого необходимо пользоваться воображением. И кроме того, Кант первым указал на то, что в восприятии есть воображение. Что вообще-то восприятие, оно строится не как какая-то законченная картинка. И это не просто отражение реальности. А это действительно сложный процесс, в котором нам необходимо один образ соотнести с другим. И интересно то, что сейчас это подтверждается. Подтверждается и психологом. Я очень люблю Канта за то, что он такой провидец. Сегодня мы можем подтверждать его теории. Очень известная оптическая иллюзия. Много разного рода таких иллюзий. Связано с тем, что мы видим пространственно несоединенные образы. Но мы все равно их соединяем в нашем восприятии. Мы видим здесь треугольничек. Даже может быть кто-то видит, что он как будто и здесь тоже прорисован. На самом деле никаких связей между этими фигурками нет. Но наше восприятие с помощью воображения соединяет и достраивает вот такую замечательную картину. И вторая фигура, о которой я сегодня хочу сказать в контексте проблемы воображения. Это Эдмонд Гуссер. Он, следуя за Кантом, говорил о том, что восприятие необходимо не только для того, чтобы стягивать вот эту познаваемую нами реальность, но и для того, чтобы соединять вообще-то человека в единое целое. Гуссер изучал сознание человека в его данности. То есть свои переживания, свои ощущения, например, времени он изучал. И он пришел к выводу, что соединяет разного человека, по сути, только воображение. Только воображение нам позволяет соединить себя, читающего книгу, и себя, я не знаю, ругающегося соседом. Я не ругаюсь соседом, но если кто-то ругается, то вы можете соединить разных, по сути, себя. И потом себя, как вы были, каким вы были в детстве, какие вы будете в будущем. Это все тоже делает воображение. И еще немного теории. Если с воображением, условно, мы договорились, что это связь, это такой клей, который соединяет человеческое сознание и соединяет то, что нам представляется как внешний мир, то что же такое технология? Вот когда я училась в ВУЗе, то мне казалось, что техника – это что-то несерьезное. У меня была там одногруппница, которая очень не любила технику, не дружила с компьютером. Наверное, у всех есть такая одногруппница или одногруппник. И мне казалось это совершенно естественно. При том, что она как бы вставала на такую позицию, это все фу, мне не нравится. Мне казалось действительно, ну, какое-то развлечение. В этом философии техники казалось, что это какая-то глупая совершенно дисциплина. И мою точку зрения применил во многом такой замечательный человек Маршалл МакЛюин. Он старался исследовать человеческую культуру через призму технологий. Как технология влияла на изменения не только социума, но и сознания людей. И он пришел к выводу, что любая технология является продолжением человека. Вроде бы вывод не очень сложный, но очень важный. Палка – это продолжение руки. Там какая-нибудь колесница или машина – это продолжение ног. Оно позволяет двигаться. Но кроме тела, современный, особенно человек, продолжает и свои ментальные способности. Например, письменность – это продолжение способности говорить и способности запоминать. Искусство – это продолжение, а часть также способности воображать. Часть третья – завязка. Есть такая замечательная штука. Некоторые девочки ее используют в качестве зеркала. Особенно, когда руки заняты, мы там едем в транспорте. Действительно отражает лицо, отражает внешнюю действительность. И вот создатель сериала «Черное зеркало» обратил внимание на эту штуку, которая может быть в зеркалах, а может показывать, нас вводить в мир каких-то образов, картинок и так далее. Что же такого страшного и опасного скрывает в себе эта, казалось бы, простая штука? Ну, какое-то там зеркальце с картинками. Дело в том, что технологии, они вот как только, по сути, как только они появляются, они сразу начинают критиковаться. И действительно, сериал «Черное зеркало» – вот вторая такая интерпретация, которая мне лично первой пришла на ум. То, что «Черное зеркало» показывает нам, да, какие-то темные стороны реальности. Действительно, это критический сериал, да. Если мы посмотрим биографию автора идеи Чарльза Брукера, то мы поймем, что это человек, который, в общем, вырос из именно критики. За что же нам критиковать эти технологии? Прежде всего, за то, что, продолжая наши способности, они как бы их немножко отбирают у нас, да. Человек ездит на машине и перестает двигаться, да, достаточно. Человек пишет, вот за что Сократ ругал письменность, человек пишет, и ему уже кажется, «Все, я могу эту мысль положить в папочку и не думать о ней, он забывает». И то же самое происходит с воображением. Когда мы достаем образы нашего воображения, мы ими как бы питаемся, и воображение может быть, это пока гипотеза, может быть, оно начнет деградировать. Вот об этом, о деградации воображения писал в 1988 году вышла книга «Машинозрение», «Верилье». И он говорил о том, что да, будет деградация, вот я уже вижу, ну, такой-то бухтер немножко, да, что вот я уже вижу, как эта молодежь не может ничего воображать. Почему? Потому что появляется кино, не появляется, а уже распространено кино и фотография. И кино и фотография, по мнению «Верилье», будет убивать воображение. Прежде всего, потому что оно изменяет восприятие. А мы помним, что восприятие и воображение соединены. Оно делает восприятие более точным, точнее, даже восприятие мы перекладываем на плечи, скажем так, этих машин. Да, пусть камера снимает, вот у нас, я заметила, камера есть, да, пусть она снимает, запоминает там, а мы потом будем все это пересматривать. И еще одна причина, более очевидная, почему воображение может деградировать, это то, что мы кормимся благодаря телевидению, благодаря кино, продуктами чужого воображения. И, соответственно, зачем развивать, собственно, если уже есть вот эти, как раз те блестящие картинки, которые нам показывает там смартфон, например, или экран телевизора. И, наконец-то, я подбираюсь к интерпретации серии «Черного зеркала». На мой взгляд, проблема воображения, это моя личная интерпретация, она вот есть в, по-моему, это третья серия первого сезона. В этой серии нам рассказывают о такой интересной технологии, которая с помощью чипа позволяет нам записывать, вот, как глаза становятся камерами, они записывают все, что происходит. Затем мы можем просмотреть то, что было записано двумя способами. Либо на экран вывести, то есть посмотреть, как фильм Ли, вот, как здесь делает главный герой этой серии, он просто в своих зрачках там смотрит эту киношку, смотрит, что же там с ним происходило. К чему приводит такая, ну, казалось бы, ладно, какую-то технологию придумали, фантастика, да? Но к чему она приводит и о чем вообще она нам говорит? Прежде всего, изменяется восприятие. Мы видим, что герои, нам несколько раз показывают главный герой и другие герои, они могут брать какие-то кусочки и их увеличивать, да? То есть, допустим, вот мы видели что-то там сбоку, и мы теперь можем приблизить, рассмотреть, то есть, как, в общем-то, с фотографией, да, или с видео. Но дело в том, что естественное восприятие работает совершенно другим образом. Есть очень интересная сцена, когда главный герой нападает на своего противника, он подносит ему бутылку разбитую, горло угрожает, такая очень эмоциональная сцена, он полон гнева, и потом вот как раз на этой фотографии изображен момент, когда он просматривает вновь эту сцену, и просматривает уже ее совершенно по-другому, и там он может найти на экране, он находит воспоминания своего противника, увеличивает их, и в итоге приходит к определенным выводам. Если бы это восприятие было естественное, нормальное, то человек бы не смог взять где-то там мельтешащий вот этот вот экран увидеть. Почему? Потому что восприятие связано и с воображением, и с эмоцией, и с вниманием. То есть, как правило, мы видим один или несколько объектов, да, мы не можем видеть, вот я сейчас не могу видеть всех и сразу, да, то есть я могу видеть там, ну, два-три человека, вот на них обратить внимание. А если человек находится в таком афикте, так сказал бы юрист, то о какой четкости вообще может идти речь, да, о каком холоднокровии может идти речь. И то же самое будет происходить в памяти. И очень часто люди, которые находились в какой-то такой ситуации, они потом вспоминают эту ситуацию с некоторыми искажениями, да, неточностями. Он мог бы увидеть этого несчастного парня, там, если он себя винил, то он бы увидел, какой в своей памяти вспомнил бы, да, что, наверное, он там был очень жалкий, может быть, он плакал. А если бы он еще гневался, то наоборот, увидел бы какая-то мерзкая рожа, да. Здесь этого нет, мы видим просто какую-то объективную картинку. И вот это видение объективной картинки лишает, опять же, нас необходимости довоображать, соединить эмоцию и то, что мы видели, да, соединить нашу память с тем, что с нами сейчас происходит. Здесь этого не необходимо, да, нет необходимости это делать. К чему же приводит вот такая интересная технология, да, которая изменяет и восприятие, и память? Есть в этой серии интересный эпизод. Я сначала не могла понять, зачем он нужен. Сама серия построена, классический сюжет на ревность. Главный герой ревнует свою жену и ищет подтверждение или опровержение своих подозрений. Классический сюжет. Но в самом начале, перед тем, как нам показывают основные события, мы видим, что главный герой, к сожалению, не помню, как его зовут, приходит на собеседование, и он юрист. Но, видимо, юрист неудачник, потому что никак он не может найти работу. Это уже важный момент. Потому что юрист, я очень люблю юристов, но юрист, как образ кинематографа, это человек такой холодный рассудок должен иметь, да, человек, который не имеет каких-то моральных оснований, да, там, ценностей. Он может, если ему нужно, да, как софист. Вот особенно в американских фильмах юрист, это такой софист, он может все, что угодно доказать, никакие там чувства, никакая мораль ему не нужны. Это первый момент. Далее, ему работодатели рассказывают, что у него будет такая работа, он будет смотреть, просматривать записи, воспоминания клиентов и находить там какие-то косяки родителей, за которые потом у родителей можно будет отсудить денег. То есть это взрослые люди, но они будут отменять своих родителей, что вы меня воспитывали не так, и я теперь там стал несчастным или неуспешным. Главный герой спрашивает этих работодателей, ну, а как, ну, мы серьезно будем это делать? Действительно? А как же ценности, а как же этика? И там такие холодные мужчины в костюмах, они смеются, говорят там, ну, конечно. И главный герой тоже говорит, да, 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 я тоже смеюсь, и я тоже соглашаюсь на эту работу. Что он делает? Он отсекает вот эту свою способность переживать, он отсекает ценности, и затем мы видим, как действительно он идет по цепочке логической, от факта к факту, при этом пренебрегая теми эмоциями, которые его захлестывают, да, теми, может быть, действительно ценностями семейными, да, которые у него есть. Таким образом, эта технология, она отделяет восприятие память главного героя от других его способностей и вообще внутренних каких-то переживаний. И он идет как завороженный, идет за этой цепочкой, ищет эти факты, 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 в итоге находит, казалось бы, истину, но нам очень хорошо показано, что ему эта истина вообще была не нужна, и ничего хорошего она ему не принесла. Я думаю, что если мы действительно поместим какую-то машину внутрь нашего сознания, а в общем-то они уже там, да, то есть действительно они становятся частью сознания, то это значит, что данная способность становится как бы отдельной от всего остального. И в общем, чем отличается человек от компьютера, если не тем, что он может соединять вот сейчас, в эту секунду, совершенно различные аспекты своего бытия, своего сознания. И эмоцию, ценность, мысль, все что угодно, память, это такой сильный клубок, да, сознание и бессознательное. Машины не умеют делать этого. И если мы машине позволяем воспринимать за нас, помнить за нас, это значит, что мы начнем отделять данную способность от всех остальных. И это значит, что мы будем разрушать воображение, да, то есть мы помним, что как раз воображение и соединяет человека. Часть четвертая, кульминация. К чему же в конечном итоге может привести нас такое вот рассоединение собственного сознания? Есть серия, так, это, по-моему, третий, да, если кто смотрел, напомните мне, третий эпизод, третий сезон и второй эпизод, по-моему, так. Это сериал, где нам показывают технологию, позволяющую человека погружать в игру. Ну, тоже совершенно такая, казалось бы, современная, да, технология, и это напрашивается, это идея, что человек вот скоро будет погружаться в игру. Но это особая игра, которая позволяет вам не просто внутрь ее войти, но и вы позволяете ей войти внутрь вас. То есть это игра, которая ищет человеческие страхи, ищет ваши переживания и на их основе моделирует события. Главный герой, опять у нас молодой человек, соглашается портестировать, попробовать, поиграть в эту игру. И эта игра начинает все глубже впиваться в его сознание. Сначала он видит, как бы, некоторое продолжение того, что с ним происходило до этого. Потом он видит такие поверхностные страхи, очень смешные. Он видит паука с головой, парня, который его в школе бил. Да, то есть это поверхностный страх, который он сам считает собственным страхом. Я боюсь пауков, и я боюсь того парня. Вот тебе, пожалуйста, такая зверюшка. Дальше начинают всплывать его страхи, связанные с самой этой игрой, с тем, что происходило с ним за несколько дней до этого. Он начинает видеть, что создатели игры пытаются его убить, что они как-то специально все подстроили, чтобы его напугать, что они на самом деле злодеи, что девушка, с которой недавно познакомился, тоже хочет его убить. В общем, много-много таких он видит эпизодов. И в конце, третий этап, куда дальше пролазит эта игра, это, скорее всего, какое-то его либо чувство вины, либо переживание, связанное с тем, что он не отвечает маме. Его мама все время звонит, нам до этого показывали, что несколько раз звонит ему мама, он не берет трубку. И вот он видит, что он приезжает к маме, что мама потеряла рассудок. Соответственно, что он виноват в ее какой-то вот такой беде, в том, что она потеряла рассудок, потому что сын уехал. И снова нам показывают, что все это неправда. И, в общем, оказывается, что все это время человек, который сидел на кресле, и все это происходило в его сознании, то есть игра влезла в его сознание, и все дальше, 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 вытащила все страхи. Что произошло на самом деле? Он умер за, там, 4 миллисекунды. Это то, что... Да, извините, я забыл предупредить, что спойлеры будут. Это все произошло, там, меньше, чем за секунду. Почему? О чем здесь нам говорят... О чем здесь нам говорит сериал? О том, что если мы даем технологии возможность полностью нами управлять, заменить все наши способности, пролезть любые уголки нашего сознания, то это убьет нас. Убьет, по крайней мере, в том понимании человека, которое мы его знаем сейчас. Знать человека, как целостное существо, для которого невозможно такое отделение памяти, зрения, мысли, какое мы предоставляем машинам. Часть пятая, развяз. Чем же все это кончится? Ну, хорошо, что, посмотрев эту серию, посмотрев ее как Страшный сон, там, эту или другую какую-то серию, мы можем себе сказать, что, ну, по крайней мере, этого нет, да, и, наверное, все-таки не будет. Как же избежать вот такого коллапса, да, который нам предрекают отчасти создатели черного зеркала? Я думаю, что на это намекает сам сериал. И вот здесь мы видим создатель его, точнее, создатель идей и автор большинства сценариев, Чарльд Крукер. Нам необходимо соблюдать дистанцию. Вот очень часто повторяется мотив в этом сериале технология внутри человека. И к чему это приводит? Ну, как правило, ни к чему хорошему. Необходимо соблюдать дистанцию. И это связано в том числе и с воображением. Потому что, как говорят современные гносиологи и психологи, занимающиеся воображением, воображение требует некоторого пространства. Если человеку все время показывают, загружают его чувства, ну, знаете, да, эриксоновский гипноз, загружение чувств различных, то человек, он просто теряет себя. И наоборот, если человека помещают в такую комнату, где ничего нет, никаких, ну, просто белая комната, никаких там ни телевизоров, ничего, никаких звуков туда не проникают, вот он лежит полностью расслабленный, то он начинает видеть галлюцинации. То есть в этом случае, наоборот, наше воображение начинает как бы превалировать над нами. И чтобы мы сохранили свою целостность, сохранили воображение, которое как раз и помогает Чарли Брукеру создавать его идеи, его сценарии, а он, ну, по крайней мере, мы можем сказать, что у человека нет уж каких-то особых проблем с воображением, да, придумать вот такие идеи. Поэтому необходимо соблюдать некоторую дистанцию, не пускать технологии в наше сознание, пользуясь ими, да, не отказываясь, но пользуясь, можно так сказать, с осторожностью. И поэтому я думаю, что после просмотра, если кто-то захочет посмотреть этот сериал и пересмотреть, вот, после просмотра серии, одной или нескольких, выключите экран, посмотрите на это черное зеркало и подумайте о том, что это значит для вас. Не позволяйте ему просто потоком вливаться в ваше сознание. Всегда держите дистанцию. Спасибо.